Команда Гост Плюс Какие вообще есть варианты соединения проводников в распредкоробках Чтобы сразу отсечь дополнительные вопросы относительно скруток, сизов и прочих вага Из разрешенных способов можно выделить два основных типа Разборные, то есть из одного рода клеммники, винтовые соединители, сизы, ну или например болтовое соединение И неразборные, то есть сварка, пайка, опрессовка Кто на нашем канале давно, наверняка уже посмотрели наши ролики про клеммники вага И ошибки при подключении распредкоробок Там я подробно обо всех этих соединениях рассказывал Сейчас только коротко повторюсь Все разборные соединения допускаются только для коробок, которые находятся в доступе для обслуживания и ремонта То есть в современном ремонте их можно использовать только для подключения, например, светильников Ну или если все распредкоробки у вас находятся внутри углубленных подрозетников Ну распайку в подрозетнике мы применяем, как правило, только тогда, когда мы ведем кабели по полу В таком случае подобная конфигурация полностью себя оправдывает Если же мы просто перенесем коробки с потолка в подрозетники Мы увеличиваем расход кабеля процентов так на 30 минимум И удвоим количество штроп Это не нужно ни нам, ни заказчикам Я уже как-то об этом рассказывал В современном монтаже, если мы заботимся о бюджете заказчика, конечно Без необслуживаемых коробок за подвесными потолками просто не обойтись И применять в таких коробках можно только сварку, пайку и опрессовку Именно эти три типа мы сегодня сравним и разберемся, почему команда Госплюс выбирает именно опрессовку Сразу должен сказать, что я не хочу сравнивать в том ключе, что вот это соединение лучше, а вот это хуже Нет, все три способы, если они сделаны правильно, прекрасно работают И по качеству ничем друг от друга не отличаются Ну вот где находится то самое правильное и как его пощупать, вопрос, конечно, интересный И все, что я буду сегодня рассказывать дальше Это сугубо мое личное мнение, лишь слегка приправленное требованиями нормативных документов Давайте начнем с пайки Пайка это самое красивое соединение Я сам начинал именно с пайки, и основой моего выбора было больше, наверное, рекламной цели, чем ее надежность Правильно сделанная пропаянная скрутка производит просто вау-эффект и на заказчиков, и на коллег по цеху Такую красоту даже жалко прятать под термоусадку и накрывать крышкой Но есть свои очень весомые но Во-первых, это трудоемкость процесса Давайте я и вам его опишу, если вам всем сразу все станет понятно Сначала мы лезем на лестницу, чтобы сделать скрутку Потом обмакиваем ее флюсом Тигель с расплавленным припоем в карман не положишь Поэтому слезаем за тигелем, забираемся с ним обратно, стараясь не облиться расплавленным припоем И пропаиваем скрутку Возвращаем тигель на место и достаем тряпку и какой-нибудь ацетон, чтобы смыть остатки флюса со скрутки Далее берем фен и изолируем соединение термоусадкой Удовольствие, честно сказать, так себе, но это не единственная проблема пропаянной скрутки Вторая проблема — это человеческий фактор Боже вас упаси забыть смыть остатки флюса Или, что еще хуже, использовать паяльную кислоту В таком случае ваше соединение уничтожит само себя Результат вы видите на своих экранах А теперь на ваших экранах третья проблема соединения пайкой Это требование ГОСТа, запрещающее соединение конкретно заземляющих проводников этим способом И нет никакого смысла делать соединение фазных и нулевых проводников пайкой А потом менять инструмент, чтобы соединить заземляющие проводники каким-то другим способом Честно скажу, я пытался узнать конкретную причину запрета И включает ли он конкретно пропаянную скрутку Или имеется в виду только соединение в стык Но внятного ответа от людей, причастных к написанию нормативных документов, я так и не получил Но учитывая все остальные неудобства, которые я описал выше Мне лично ответы не очень интересны Поскольку к пайке возвращаться я так и так больше не планирую Теперь, думаю, пришло время проехаться по сварке и словить порцию бодрящего хейта в комментариях Я даже не знаю с чего начать Ну давайте начнем что ли с инертной среды Не нужно быть сварщиком, чтобы знать, что сварные швы очень сильно подвержены коррозии Чтобы минимизировать этот эффект, сварка должна производиться в максимально бескислородной среде Для этого сварочными аппаратами либо подается инертный газ, вытесняющий кислород Либо, если сварка делается электродами, на них присутствует газообразующая обмазка Которая служит для той же цели Я не сварщик, ни разу там все немножко сложнее Но думаю, зрители из числа сварщиков меня дополнят в комментариях Ну, вкратце, смысл таков Сварка же скруток производится тем, что попадется под руку Например, графитовыми щетками от электродвигателей Ни о какой инертной среде тут и речи быть не может Если сваренная скрутка окажется в условиях повышенной влажности Она, по моему скромному мнению, скорее всего окислится и сгниет Следующий момент Перегрев скрутки Каждый, кто хоть раз в жизни менял сгоревшую розетку, знает Что после нагрева медь становится очень хрупкой И при переподключении сгоревшего участка Его нужно обрезать вплоть до нетронутой изоляции Ну и перегрев скрутку Как можно гарантировать, что тот самый заветный шарик на ее конце Не отломится под изоляцией, когда вы будете укладывать запас в коробку Следующий момент Это трудоемкость Вам, как и в случае с пайкой, необходимо сначала сделать скрутку Желательно при этом аккуратно На поясе у вас будет сварочный аппарат Обязательно подключенный к удлинителю Который так и норовит за что-нибудь зацепиться Ну и, конечно же, сварочная маска на голове Если вам не наплевать на свое здоровье Ну и самый главный минус Который для меня закрыл вопрос выбора сварки раз и навсегда Это то, что ее можно использовать только при черновом монтаже Если заказчик вдруг придумал что-то добавить на потолке Когда у него уже оклеены обои или покрашены стены Сварку использовать нельзя То есть для таких ситуаций вам нужен еще какой-нибудь инструмент для соединений А нафига плодить кучу лишнего инструмента, когда в любой ситуации Можно воспользоваться, например, ручным прессом Я честно не знаю Ну и пока вы меня не захейтили до смерти Я должен сказать, что сварка Это полностью разрешенный нормативными документами способ соединения Без каких-либо ограничений В отличие от пайки Проблема коррозии решается, например, клеевой термоусадкой А перегрев зависит только от прямоты рук сварщика И да, я встречал сварку даже алюминиевых проводов в хрущевках Которые работали по 60 с лишним лет И выглядели так, будто их сделали только вчера Для меня главными причинами отказа от сварки Является ее очень сильная зависимость от человеческого фактора И невозможность применять ее всегда и везде В остальном я ничего против сварки не имею Чем соединять это дело каждого В пределах требований нормативных документов, разумеется Ну и теперь давайте разберемся Чем же нам так понравилась опрессовка И какие у нее есть преимущества по сравнению с остальными способами Первое, это конечно скорость и простота Никаких скруток не нужно Менять кучу инструмента тоже Да и получить травму, кроме как от падения со стремянки Вы тоже не рискуете Второе, это минимальная зависимость от человеческого фактора Таблица подбора гильз ГМЛП по количеству и сечению проводников на ваших экранах С ней разобраться сможет любой Да и, как правило, тип и количество проводников всегда стандартный И на объекте применяется только три размера гильз, не больше Также сами клещи вам дадут понять, все ли у вас в порядке Если вы затолкали в гильзу слишком много проводов, у вас не получится сжать клещи Если вы не дожали гильзу, клещи просто у вас не раскроются В общем, если что-то пошло не так, вы обязательно об этом узнаете Сами по себе клещи весят не больше хороших пассатиш и влезают в любой карман или разгрузку Для опрессовки гильз до 16 квадрата их хватает за глаза А больше 16 в коробках встречается редко Да, для соединения больших сечений, например, при наращивании вводного кабеля Вам понадобится уже гидравлический гектакональный пресс Ну, как соединить это сваркой или пайкой, я вообще не представляю А, например, винтовые зажимы без доступа оставлять нельзя Ну и, конечно, никакого нагрева или перегрева при опрессовке не происходит И никакие брызги расплавленного металла не разлетаются во все что стороны Что делает этот метод универсальным и применимым во всех случаях Но будет несправедливым, если я укажу только плюсы опрессовки Разумеется, у нее есть и минус Минус в том, что без гильз этот способ, разумеется, неприменим И вам нужно считать их количество при проектировании И всегда иметь с собой некоторый запас, ну, хотя бы самых ходовых размеров В остальном я каких-то негативных моментов, в принципе, не припомню Кстати, под каждым подобным видео всегда куча вопросов, какой именно пресс мы используем Чтобы облегчить вам жизнь, я оставлю в описании ссылки на пресс и гильзы в Яндекс.Маркете Я нашел для вас лучшие цены, купить сможете в один клик Ссылки, кстати, реферальные, тем самым вы, по идее, еще и поддержите наш канал Кстати, под некоторыми старыми роликами, например, про подключение дома к электросети И про сборку идеального счета, я тоже оставил ссылки на используемое оборудование Или его оставшиеся в России аналоги Там есть еще чем поживиться, правда, оборудование неминуемо заканчивается А следить за ссылками мне некогда Поэтому лучше поторопиться Сторожилы нашего канала могут заметить, что таблицу и ссылки я дал для гильз ГМЛП А в старых роликах мы показываем соединение гильзами ГМЛ Это делалось потому, что ГМЛП было в свое время очень тяжело найти Продавались они, мягко говоря, не везде Сейчас, кстати, к счастью, проблем с ними нет И мы полностью перешли на более удобные, компактные И специально предназначенные для параллельного соединения гильзы ГМЛП Если вам нужны еще какие-то подробности относительно сборки распилительных коробок То у нас на канале есть отдельное видео из рубрики ТОП-5 ошибок Ну а на этом у меня все Не забывайте про лайки и подписку на канал А также загляните в нашу группу ВКонтакте Там вы можете посмотреть примеры наших работ Спасибо за внимание и безопасного вам электричества С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ Плюс Субтитры сделал DimaTorzok